Ну чё, всем привет, мои умники, с вами кто? Боди, правильно, только не пугайтесь моего голоса, я ещё раз повторяю, я хотел сказать обиделся, но я хрип, всем ещё раз привет, и сегодня мы посмотрим Макса, да, вы меня просили очень сильно, в этом, ты чё ж ты такой тупой, забываешь слова-то, ай, просили посмотреть вся правда обо мне в гугле, это Макс, ну то есть его новый видос, и он вышел 6 дней назад, а я его так и не посмотрел, и ещё у меня камера только что задвигалась, в общем, мои умники, я знаю, и вы меня просили не только в комментариях, но ещё и в личку посмотреть это, но я не мог тому, что у меня не было хромакея, поэтому, мои умники, извините меня, я тоже не смог, пошлите вместе, посмотрим это видосик, я очень хочу его посмотреть, погнали! Так каждый раз, когда я начинаю записывать видео, у тебя на заднем плане кот, может это он просто так пытается сказать вам, чтобы вы позвонили в службу защиты животных? Да нет, нормально, да нет, нет, Макс, ты хорошо обращаешься с животными, я тебе верю. Всем привет, друзья, с вами Брайан, ребята, знаете, что я сегодня буду делать? Гуглить тебя. Вот знаете, когда я, если я тоже хотел погуглить, потом скажу, чё там, мне страшно. Многие блогеры делали видео такого типа, но сейчас, спустя 3 года, когда этот тренд прошёл, его делаю я. Начинаем. Итак, я набираю B, ничего нет, слава богу, R, тоже ничего, ничего, А, браузер в брат 2 Бразилия, тоже ничего, так, стоп, а я вообще есть в гугле, я вообще кто? Да, я ещё и болею, походу. А, вот же я! Ой, неужели ты нашёл себя, Брайан? Так, теперь мне интересно, какие запросы есть к моему нику? Брайан Маус фанфики? Мои умники, когда я писал Богдан, ну, там, допустим, Боди или Богдан-то пишут, Богдан Андреев, сколько лет, Богдан Андреев, блогер, сколько лет, Боди, сколько лет, господи, вы так интересуетесь моим возрастом, но я уже говорил, сколько мне лет. Я уже много раз это делал, и я больше не буду говорить, сколько мне лет, сколько бы меня не спрашивали. Захотеть найдёте. Поэтому, ой, умники, мне надо больше такие запросы делать. Но потом, может, я сниму видос, что там обо мне реально ещё, какие запросы, потому что я дальше не смотрел. Я уже от первого запроса угорал. Почему фанфики на первом месте? Да ладно, неужели... Неужели... Неужели фанфики про меня ищут больше, чем мой второй канал? Фанфики про меня даже ищут больше, чем мои видео на ютюбе! Ребята, вы в своём уме! Вы что, забыли? Насколько... Кстати, у меня тоже самое считать. Нет, было тяжело читать их в одном из моих последних видео. Ну, видимо, после того видео все решили их прочитать. Не надо. Будет плохо. Обещаю. Звучит как угроза. В общем, ладно. Для начала мне интересно хотя бы просто забить в гугле свой никнейм. Максим Тарасенко, ютубер. О, тут даже есть дата моего... Ой, ему 18 лет. Господи, он у меня на 4 года... Я не буду говорить, сколько мне лет. Я не палю свой возраст, все и так знают. Рождение и город, в котором я жил. О, щет. Что касается запросов, тут моё последнее видео. Да, не переживайте и не спрашивайте, где Ярик. Он дома и зовёт меня гулять. Потом пойду. Всё, погнали. Мой канал, мои последние видео опять. Собственно, всё. О, Брайан Апс, биография, фото, ролики, личная жизнь. Там даже рост и вес был серьёзно. А как они узнали его рост и вес? Там кто-то считает, что у меня есть личная жизнь. Ну, давайте посмотрим. Тут мои старые фотографии. Только посмотр... Офига себе, какой маленький. Смотрите на это милое лицо. И теперь на это чудовище. Брайан Апс. Такая пауза потом была. Видеоблогер, узнав о видеохостинге YouTube в детстве... О, неужели он со мной живёт в Питере, лоу. А я и не знал. ...делает свои летсплеи и тюториалы. А через время меняет концепцию канала и создаёт интересные юмористические видео с личным участием. Я польщён. Это слишком для меня. Да ладно, нормально. Я думаю, что напишут переодевается в БАП и снимает это на видео. Хотя нет, это было бы слишком странно. Так. Откуда? Переодевается в БАП. Да, они узнали мой вес. Яс. Серьёзно? Да, как? Серьёзно? Как они узнают его? Стой, и это правда? То есть ты сейчас подтверди. Сам не знает, сколько я вешу? Я только знаю, что я жру много. Но на вес я обычно не смотрю. Навер... А, ну он сам не знает свой вес, а не просто примерно. Но я понял. Ну лучше так не делать. Иначе это может плохо кончиться. Я бы угорал, если бы они его узнали номер его мамы и спросили бы, какой вес у Максима. О, 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 я помню, это. Летом 2012-го регистрируют новый канал под названием Забрамат. Скор почти целиком состоялся из летсплейов по Майнкрафту и другим играм. Я помню. Посмотрите на это лицо. Беззаботное. А это что такое? Мне очень нравится этот маленький микрофончик. Нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. Впрочем, ничего интересного. Так тут даже ничего не написано про мою личную жизнь. А, ну хотя все правильно, ее же нет. Ладно, окей. Следующее. О, боже, похожие запросы. Брайан Мопс, его девушка. Стоп, у него девушка есть? А я ее не видел в роликах ни разу. Мне же интересно, что там может быть. О, боже мой. Одна же ответа в Mail.Ru, кто-то спрашивал этот вопрос. Если девушка у Макса Дросенко. Я... Мне страшно сюда заходить. Категория отношения. Я и эта категория несовместимы. Если девушка Макса Дроссенко. И если есть, то кто? Ха, Карина, а почему ты так интересуешься? Вопрос решен два года назад. То есть они уже ему девушку два года назад нашли? Ладно, я понял, Макс. У тебя нет ее. Серьезно, каким образом? У всех сразу настроение поднялось, да? Спроси у него. И это ответ от Просветленного. Какой-то странный ответ. О, боже мой. Ребят, я всегда удивлялся. Какие, мать, ваши вы сыщики? Отвечает. Нет. В смысле? Конечно. А ты претендентка? А откуда ты знаешь, что нет? Тем более он на стриме спалил папку наше первое свидание. Можешь кинуть скрин, и тут реально... То есть он на стриме спалил... Скрин с моего стрима, и я, походу, реально вспалил эту папку. Ну, ребят, могу... Макс, ты серьезно? Вас обрадовать или разочаровать? Лично меня обрадовать. Это просто название скетча, который должен был... Они думали тоже, что это... Когда-то выйти, но не вышел. Короче, я понял. Но это было еще в 2017, поэтому... Зато я тебе, кстати, могу идею подкинуть, Макс. Ты можешь тебе вот этот скетч выложить, недоделанный который. Ну, ты понял. Тоже, как предыдущий. Помнишь, там, где с зеленым человеком? Ну, нет. С зеленым человеком. Вы думаете, я и правда стал бы называть капслоком папку наше первое свидание? Это было бы очень странно. Если бы я пошел... Если бы у меня вообще была девушка, и я бы пошел с ней на первое свидание, то я бы как минимум, ну, не знаю, подписать наше первое свидание и пять восклицательных знаков. Хотя странно. Хотя, да, я бы так и... Сказать, мама, идем сюда, я тебе покажу. Я снимал это на видео. Ирина, я не знаю. А какой Ири... Что? Что? О какой Ирине идет речь? Я не понимаю. О, боже мой. Лучше... Так. Так. Да. Фу. После скетча, где ты все делаешь по сценарию, как-то говорить сложно, да? О, боже мой. Тут и вправду очень много вопросов про меня на ответах-то mail.ru. Серьезно, ребят? Возвращаемся в Google. Брайн Мапс, его девушка. Ответы на вопросы... Ивангай! Как ты смел? Зачем ты раскрыл нашу тайну? Так. Это что еще такое? Мультяшки. В прошлой серии Брайн и Фрост пригласили свинку Пеппу на свидание. И Пеппа согласилась погулять с Брайном и сходить в парк аттракционов с Фростом. Что? С Фростом? Что за фигня? О, боже мой. Уже не надо. Я уже сам нашел это дерьмо. Я не знаю, что это. Кто ей понравится больше? И с кем она начнет встречаться? С Фростом или с Брайном? Я, конечно, не против идеи того, что люди любят скрещивать животных и людей. Строить между ними отношения в фанфиках. Но серьезно. Я и свинка Пеппа это слишком. Потому что я та еще свинья. Даже для свинки Пеппы. Мне кажется, у меня с ней бы ничего не получил. Так, стоп! Почему? Почему мы вообще зашли в... Почему мы вообще... Почему мы... Почему мы... Почему... Короче... Вы поняли прикол? Короче, он... Как бы этот момент должен был нормально сказать, но у него не получалось. Даже для свинки Пеппы. Мне кажется, у меня с ней бы ничего не получилось. Вы знаете... Так, стоп! Почему мы вообще зашли... Почему мы... Почему мы... Почему мы... Это как я вначале. Всем привет, мои... Всем привет, мои... Всем привет, мои умники. Короче, я тебя понимаю, Макс. Почему мы вообще пришли к этому разговору? Поэтому я не люблю гуглить, что-нибудь такое. Ладно, это угодно. Потому что... Это приводит... Вообще... В какие-то... Все, ладно. Выходим отсюда нафиг. Пока не впал в депрессию. Так, я, конечно, очень рискую, но я попробую зайти в картинки. Мне очень страшно, что это может быть. Это, по-моему, самое реальное фото меня и моей девушки. Девушка на Новый Год. Это кадр из одного моего старого видео. Да, вот эта картинка полностью сейчас олицетворяет меня и мое состояние. Ксения, я понял. Это моя сестра. Почему стрелочка на тигру указывает... Мне, конечно, нравится идея тройного... А я твою сестру не знаю, Макс. Познакомил бы. Нет, но не в таком. Я ж пучу. Не надо знакомить. Сейчас подумать, что я буду ее домогаться. Сейчас бы 14-летний школьник домогался сестре... Сестру Брайн Мапса. В составе сестра, я и кот. Боже. Ладно, это видео заходит слишком далеко. Мне кажется, пора выходить отсюда нахрен с этого запроса. Так, давайте еще посмотрим, что тут есть по запросу Брайн Мапс. Мой инстаграм. Ребятки, это ли не повод подписаться? А чем три миллиона? Ну, если хотите, то можете подписаться тоже на инстаграм. У меня там 42 тысячи умников. Ну, это ваше дело. Как бы дай. А я его тоже активно веду. Брайн Мапс. О, боже. Это даже сайт так называется. Где живет. Ну, тут, собственно, просто статья, где я жил и где я живу. Вряд ли это кому-то интересно. 70 тысяч просмотров в этой новости! Вряд ли кому-то интересно. Вы серьезно? Не надо, проблемы будут. Ладно, по запросу Брайн Мапс больше вроде как ничего интересного. Давайте перейдем во вкладку видео. Что же может быть там? Тут РУТП про меня. РУТП это такая смешная, упоротая нарезка из моих видео. Не конкретно из моих. Вообще, РУТП делают и про фильмы, и про передачи. И вот я нашел какой-то РУТП про меня. Давайте посмотрим. Так, а что поступила информация, оптимация, три, пять. Собственно, в этом и вся суть РУТП. Ну, я понял. Ладно, я понял. Давайте вернемся в гугл из ютуба, потому что чувствую ничем хорошим, это не закончится. Так, теперь давайте попробуем выбивать по букве. Брайн Мапс С. Цитаты, мне интересно, какие у меня есть цитаты. Ну-ка. Тут есть даже группа, группа с моими цитатами, серьезно. Ммм. Давайте тоже создадим группу с Бодзей, и там тоже будем делать цитаты. Медовик. Не, я здесь не понял. Мне кажется, это даже как-то немного. Не, я не понял прикол. Мудро. Че, мудро? Кушаем горох, кушаем горох, йоу, кушаем фасоль, куша-кушаем фасоль, йоу. Это вообще цитата? По-моему, это моя жизнь. Потому что я постоянно что-то кушаю. Ладно, с цитатами все понятно. Это вообще группа 2015 года. Думаю, ничего хорошего тут не получится найти. Брайн Мапс и... Оливия, Ивангай, Тигра. Оливия, Фанфики, 18+. Что? Брайн Мапс и Батан... Оливия и Фанфики. Фан, Фанфики. О, боже мой. Ребята, остановитесь. Брайн Мапс и Даня Кашина. Вы серьезно? Кто додумался Даню Кашина туда закинуть? Господи, у меня сейчас голос сломается вообще. Фанфики! Вы слышите, у меня голос чуть ли не съел. Вот этого я вот никак не ожи... Так, все. Нужно будет тише говорить, а то я вообще посажу голос и... Все, я буду тихо говорить. Жидал. Увидеть? Брайн Мапс и Даня Кашин! АААА! Ночевка! Я не могу, нет, ребята, нет. Данила просто приехал переночевать у Брайна, но эта ночевка стала нечто большее. Все, я закрываю. Брайн Мапс, Вики Реальность. Это что-то типа аналога Википедии. Знакомство с Ютуб, старый... Я настал чем-то больше. Канал, открытие нового канала, второй канал, блокировка основного канала 2016. Многое интересное, что же тут понаписали. Одни подписчики приводили версию, что канал Брайна могли заблокировать из-за пародии на шоу Ревизор. Другие подписчики приводили версию, что канал был заблокирован, пожалуй... Слушайте, а можете что-нибудь создать в Википедию? Написать Богдан или что-нибудь там обо мне, статью какую-нибудь? Богдан, начал заниматься Ютубом ровно 4 месяца назад. За 4 месяца набрал полмиллиона умников. И сейчас они живут в мире и спокойствия, и в здравии, и любят друг друга. Да. Без самого Иван Гоя! Надо запомнить, надо сделать в конце шутку крутую. Русалка на шпага тело. Да. Почему это так смешно звучит? Вот, в конце. А чё там смешное было? Он был заблокирован по жалобе самого Иван Гоя! Не-не-не, не думай, что Иван Гоя так сделает. Писали. Брайан Мапс. Хочу тачку, а мне дарят колготки. Это не автор этой песни. Да, я когда-то спел так. Мне интересно, что вообще выдаст по этому запросу. Хочу тачку, а мне дарят колготки. Не нужны колготки, такой, как я, кроссовка. Мамочки! Ты не всех кошек распугаешь, покаянный! Я забыл про это, боже мой! Я помню, я попросил бабушку слить на меня ведро с водой. Если бы я бабушку на себя попросил чего-нибудь слить, она бы слила не ведро с водой, а рыбу там, не знаю, протухшую. Кажал, что это для видео. Я не знаю, почему она так просто согласилась это сделать. Наверное, она об этом мечтала. Я и говорю. О, да, это было весело. Ну ладно. В общем, ребят, это было весело. Но, думаю, пора заканчивать, пока поздно не стало. Надеюсь... Да ладно, нормально все. Если вам понравился этот ролик, если так, то ставьте ему палец. Да не переживай, я лайкнул уже твой видос. Я заранее лайкаю, а потом только смотрю его видео, мои умники. Поэтому, сразу говорю, это было угарно. Это было реально смешно, и я проорал. Надо будет посмотреть фан... Не, я фанфики никогда не читал и не смотрел. Надо будет вообще видео снять про фанфики со мной. Если они есть. Ну, по-любому, они есть про меня и Ярослава. Да? Наверное. Давай спецэффекты. Так, теперь я очень рад, что сегодня мы наконец-то посмотрели Дениску и Максона. Считай наших короче-говоряшек. Как их сказал, не знаю. В общем, мои умники. Если что, ссылка на мой инстаграм и вк в описании. Если хотите, то можете подписаться. Я их активно веду, но это ваше дело. И если хотите, то можете поставить лайк Максону. Ну, мне, если хотите. И как бы подписаться на канал. Но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. Так что всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока. Да.